Людмила Сергеевна, добрый день. Вы чем-то немножечко рассержены. Нет, я как всегда недовольна некоторыми моментами нашей жизни. Вообще я всем довольна. Я всегда довольна, считаю, что всё прекрасно. Особенно то, что сегодня день шахматы в Олимпийском комитете. Может быть, шахматы станут олимпийским видом? Я в этом тихо сомневаюсь, конечно. Там слишком много надо ещё моментов для этого. Но то, что вот здесь собрались столько людей, детей, вип-персон, я бы сказала, уважаемых людей, известных в шахматах, это уже хорошо. Вы в шахматах уже очень давно. Вы знаете, мне даже неудобно говорить сколько. Я понимаю, ваш намёк на мой преклонный возраст. Нет, нет, нет. Я ошибся, я не так хотел сказать. Это правильно. Я просто хотел сказать... Думаю, 65 лет, как вам нравится эта цифра пугающая. Нет, меня не пугает. Не пугает ничего. Уже не пугает. Слушай, какие наши годы. Я просто хотел сказать, по-моему, вообще-то это едва ли не первое такое шахматное событие. Были ли когда-то ещё такие? Ну, я не знаю. Ну, в честь чемпионства, может быть, Карпова и Каспарова, так? Вы знаете, я была присутствовала на очень многих мероприятиях шахматных. Но вот здесь, вот так, я не помню. Ну, во всяком случае, мне приятно, что тут сеанс будут давать. Смотри, там, один бывший мой ученик, всё-таки, Александр Сергеевич Морозевич, сейчас он такой маститый, игросмейстер. Я правда не вижу, пришёл он на меня. Он пришёл, он там у входа. Да. Ну, и молодой там наш, талантливый, на котором мы надежды возлагаем уже давно, надеюсь, разбудится. Я не помню. Я тоже за него очень болею. И участники сеансов, вдруг кто-нибудь из них будет иметь столь же громкое имя в шахматах. Какой-нибудь, скажем, Стефан Богосян. А потом мы будем говорить с таким же уважением, как Тигран Петросян. Всё же бывает. Да. Ну, или любое другое имя, пожалуйста. Елена Сергеевна, а вот как вы, ну, вы же были тоже на детском первенстве страны. Была. Как вы относитесь к достижениям пятилетних шахматистов? Никак. Никак. Это хорошо, плохо? Нет, это не хорошо и не плохо. Ну, всякие бывают ситуации. Надо подождать года три-четыре, посмотреть, как, может быть, через год мальчик скажет, отвяжитесь от меня с вашими шахматами и начнёт лепить там или ещё что-нибудь делать или рисовать. Ну, пять лет, это очень маленький человек. Я просто недавно, года два тому назад, снимал нашу так маленькую звёздочку нынешнего чемпиона мира до восьми лет, Илью Маковееву. Он и чемпион мира Европы. Я удивлялся, думаю, как так можно так рано? Тогда ему было ещё семи не было. И тут вдруг, смотрю, пятилетний играет. Знаете, я вам должна сказать, что даже ещё и восемь, и девять лет, это ещё всё-таки, это начало-начало. Может быть, это, конечно, вот Маковеев, он чемпион там всего, чего можно, всей планеты. Он очень хороший мальчик. Но, опять же, надо посмотреть, вот, как он пройдёт. Ну, я видел очень много талантливых детей, честное слово, огромное количество. Ну, я вам сказала, сколько я лет в шахматах. Но далеко не все эти звёздочки действительно там загорались и становились там звёздами первой величины. Людмила Сергеевна, у меня такой философский вопрос. А обязаны или должны ли мы всегда предполагать шахматную судьбу ребёнка? Ну, допустим, вот он сделал для страны своё. Он в свои там восемь лет стал чемпионом. Он сделал для страны всё, что мог. Ну, нет, для страны, для себя, для родителей реализовался. Реализовался. И, может быть, так. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Откуда она свалилась? Ну, это покушение на нас с вами. Да, видимо, так. Скорее, больше на вас. Это возмутительно. Ну, это бывает. Ну, мы остались живы, слава тебе, Господи. Вот именно. Тут чуть не произошла травма, а вы смеётесь. Здорово. Здорово. Если бы произошла, они были бы ещё более довольны, как я понимаю. У меня столько радости на башку свалилась. Так вот, всё-таки по поводу вот этих вот чемпионов. То есть, мне-ка, моё частное мнение. Казалось бы, ребята, которые достигли успехов, ну, там, 10 лет, 12 лет, стали чемпионом. И как бы вот давить на них не надо. Нет, но давить не надо даже, если они не достигли успехов. Честно говоря, это выбор человека свободный. И, как правило, под давлением ничего не получается. Рано или поздно можно воспитать только стойкое отвращение к шахматам. Ну, я считаю, что в шахматы можно играть только с удовольствием. Ну, это неизбежно. Ребёнок имеет успехи, родители имеют надежды. Тренер тоже, как бы, ну, и вот такой материал прекрасный. Так надо же его как-то, так сказать, подтолкнуть, нагрузить. А может, не надо? Такое чувство меры есть. Да, 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 да. С одной стороны, поощрить и помочь. А с другой стороны, надавить так, чтобы ничего не осталось. Ну, это каждый отец, каждый тренер, каждый там воспитатель. Это должен, в общем, понимать. Спасибо большое. А ребёнок нам ничем не обязан. Да, 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 спасибо. Пожалуйста.